Привет всем! Я Алекс Ди, это мои Трикинг уроки. Для начала хочу сказать спасибо за комментарии, за поддержку. Хочу передать привет парням из Электростали, Кудряну, Сафьяну, Морозу, Акиму. Акиму! И чтоб ничего не говорил, потом суток что-нибудь передаю тебе привет. И следующий урок у нас вебстар. В общем, смотрите, анализируйте и делайте свои выводы. Так как этот трюк без направления движения, мы назовем этот трюк инерционным. Трюк мы делаем, используя инерцию рук и ноги. Массу тела мы используем в направлении движения, чтобы создать инерцию. Но вы можете выполнить этот трюк не с места, это будет гораздо легче для начала. Заход. Я советую использовать заход с помощью смены ног. Когда вы делаете этот заход, имейте в виду, что ваши ноги должны быть напряженными и прямыми. Чувствуй, как будто вы магнитите свои ноги. Используйте вашу маховую ногу и руки вместе с толчком для получения высоты. Работайте ногой и руками одновременно. Руки и нога – это линия инерции. Объясню позже, что это такое и как это работает. Перед прыжком вам нужно принять положение Т. Ваша маховая нога и плечи – это линия инерции, а толчковая нога – ровно посередине. Ваш взгляд должен быть направлен в землю для идеального прыжка и получения высоты. Объясню одну вещь. Ваше движение на 360 градусов. В заходе я сократил его на 90 градусов. Так что я должен выполнить всю оставшуюся часть пути. Прыжок должен быть полным и мощным. Также не шагайте назад, иначе вы прыгнете вперед или низко. Линия высоты и крутка. Во-первых, когда вы собираетесь прыгать, вы должны использовать инерцию и толчок в одно и то же время. Имейте в виду также, что ваши ноги и руки прямые, вы должны сгибаться при махе. Помните, я говорил о линии инерции? Что я имел в виду? Когда вы начинаете прыгать, вы обеспечиваете себе линию высоты, а потом уходите в группировку. После того, как вы раскрываетесь, ваша линия высоты такая же, как и в начале. Также, используя линию инерции и толчок, вы собираетесь в группировку, и ваша крутка становится быстрой. Какая разница между передним сальтом и вебстером? Когда вы делаете переднее, вы крутитесь вокруг плеч. Когда вы делаете вебстер, вы крутитесь вокруг бедер. Таким образом, при прыжке поднимайте ваши бедра вверх, чтобы получить высоту. Многие люди делают одну ошибку. Они делают сам вебстер и приземление кривым. Как решить эту проблему? Не надо смотреть по сторонам, смотрите в пол при прыжке. И не надо кривить плечи. Делайте все по одной линии, и тогда приземление будет отличным. Приземление. Как приземлить в полный рост? Многие люди не могут приземлить в рост. Почему? Для хорошего приземления необходимо вращаться намного быстрее и раскрывать группировку гораздо раньше. Таким образом, после этого вы можете использовать множество видов приземления. Это был урок по вебстеру. Удачи, хороших результатов. Я надеюсь, что вы приземлите каждый трюк, который вы хотите. Меня зовут Алекс Ди. Это были три уроки от Алекса Ди. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok